Добрый день! С вами Лена Стренч. И сегодня я вам хочу сделать обзор на улиточные средства для лица. У меня это два средства от Мизон, гели-крем. Улиточный крем для лица от Мэкси. И вот такой улиточный крем. Непонятно производители. По описанию тоже не ясно. Каждый сейчас крем в отдельности покажу и расскажу. Начнем, наверное, с Мэкси. Он мне нравится практически больше всех из этих кремов. Стеклянная упаковка. Приходит он в упаковочке картонный. Полночную запечатан. Есть голографическая наклейка. Вот таким образом он выглядит. и смотрите сам продукт. Тянущая такая слизкая жидкость. Он отлично впитывается. Я думаю, это видно. Неприятного запаха у этого крема нет. Смотрела сейчас у продавца информацию по этому крему. Не написано, какое количество слизи содержится. Цена этого крема вот лично я покупала за 200 рублей. Но у разных продавцов на сайте Алиэкспресс есть цена и 400, и 600 за этот крем. 30 грамм в нем стеклянной упаковкой. Как еще рассказала, темного цвета, зеленого. Мне крем нравится. Он прекрасно увлажняет кожу, очень быстро впитывается. И что я еще заметила, мимические морщины, он постепенно, если пользуешься им каждый день, они исчезают. Хороший крем. Ссылку обязательно оставлю. Крем, который, я думаю, все видели на сайте Алиэкспресс. Заявлен он тоже как с улиткой. У продавца я не увидела информацию, какое количество слизи улитки там содержится. Выглядит он таким образом. Он уже не тянется. Сейчас мы с вами его нанесем. Более плотная структура. Нужно время, чтобы он впитался. Хорошо крем увлажняет кожу. Маленькая упаковочка. Вот такая. Приходит крем. У меня есть эта же серия Алоэ. Вот таким образом он запечатан. Глографической упаковки никакой нет. Наклейки. Вот так вот они приходят. Неплохой крем, но ему нужно время, чтобы впитаться. Очень хорошо увлажняет. Запаха неприятного никакого. Его нет. Раздражения у меня от этого крема тоже нет. Ссылку я обязательно оставлю. Сейчас он почти впитался. Но еще нет. Цена этого крема 100 рублей. Я уже заказывала этот крем мне первый раз. И уже вот здесь вот немного осталось. Мне он нравится, в принципе. И следующий крем. Один гель, другой крем. Это мизон. Начнем с геля. Здесь уже полная информация. Есть 74% улитки. Это гель. Цена этого геля 440 рублей. Все посылки идут из Кореи. Таким образом он выглядит. Быстро очень впитывается. Хорошо увлажняет. Матирует кожу отлично. Я думаю, что на лето это идеальный вариант. 45 миллилитров в нем. Единственное, что посылки, которые мне все шли от этого продавца. Это корейский продавец. Трек-новер не отслеживался. Все хорошо упаковано. Все приходит. Продавец отвечает абсолютно на все письма. Трек-номер вообще не отслеживается. Но все приходит в идеальную упакованную. Еще этот продавец очень любит положить пробники. Вот такого формата. То есть в каждой посылке мне присылают пробники. И крем, который, я думаю, все слышали. Это мизон. Он тоже с улиткой. Здесь 92% улитки. Здесь 120 миллилитров. Упаковка пластмасса. Темная, но пластмасса. Я покупала этот крем в наборе. Именно таким образом он выглядит. Ушел крем и крем для глаз. И он мне обошелся 1800 рублей. Можно купить. Я ссылку оставлю. Такая у него текстура. Быстро впитывается. Легкая текстура. Когда его наносишь, немножко потом начинает стягивать кожу. Он прекрасно матирует. Приятный по ощущениям. Его можно купить и один. Один я ссылку тоже оставлю. У него стоимость 1400 рублей. Я покупала в паре именно сам крем. И это же фирма Мизон. Крем для глаз. Вот такие средства. Мне все средства нравятся, которые у меня есть. Больше всего мне нравится именно этот. Потому что этот чуть-чуть стягивает кожу. Он хорошо очень матирует. Гелий, я думаю, буду сейчас больше активно использовать. Как раз на период лета. Вот этот малышка сейчас очень хорошо для увлажнения кожи. У него такая более плотная текстура. Нужно подождать время, чтобы впитывалось. Хорошие крема. Мне они все нравятся. Ссылки обязательно оставлю. Смотрите сами, что он больше подойдет. И по ценовой категории, и по описаниям, и так далее. Вот в этих двух напоминаю, что есть информация о количестве следей улитки, которая содержится. Здесь написано, что есть это следей улитки, но не написано процентное содержание. Здесь то же самое. Надеюсь, мой обзор был для вас полезен и интересен. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч! До новых встреч!